МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что такого произошло экстраординарного? Немножко предыстория. Расскажу, что с момента принятия старого регламента 185-й, но его номер прошло уже более 8 лет, и в этот регламент 2009 года носились изменения более трех раз. И когда в ведомственный нормативный документ вносится такое большое количество изменений, его становится попросту трудным читать. За это время также произошло много изменений и в правила дорожного движения, и в административный кодекс, и в ряд федеральных законов. И на самом деле все изменения, которые связаны с выходом нового регламента, были направлены в первую очередь на приведение соответствия этого самого регламента с действующим законодательством. Много обсуждается, много поводов для журналистской обсуждения, и в сетях это вызвано. Просто дело в чем? Некоторые нормы, которые были в старом регламенте, они потеряли свою актуальность и были попросту убраны. Ну смотрите, по новому регламенту сотрудник, оформляющий ДТП, больше не выдается от справки участникам прошлости. Эта норма почему-то вообще никого не задела. Зато в наш век смартфонов теперь бурно обсуждают, а почему мне теперь якобы будут запрещать снимать. Хотя, как я понимаю, в законе и в новом регламенте об этом речь вообще не идет. О чем идет речь? Немного снимем эту истерию. Снимать сотрудников можно. Есть ряд ограничений, когда данные действия могут препятствовать выполнению сотрудникам своих должностных обязанностей. Сотрудник вправе попросту попростить участника дорожного движения или любого другого лица, который осуществляет видеосъемку, прекратить это действие. В любых других случаях нет прямого запрета. Более того, в соответствии с законом о полиции, действия полиции являются открытыми и публичными для общества. То есть, в результате на пройдение видеосъемки попросту в данном случае нет. Но это, видимо, тема животрепещущая, поэтому она получила широкое общественное обсуждение. Но хочу всех успокоить, прямого запрета такого нет. Ну правильно, потому что формулируется это так. В новом регламенте нет положения, которое запрещает сотруднику ГАИ препятствовать видеосъемке. Просто это надо было так сформулировать, что никто ничего не понял. Это положение закреплено в законе о полиции, поэтому указание дублирования этой нормы в административном регламенте попросту избыточной. Но вы же понимаете, с чем все-таки могут быть связаны эти страхи? Когда был прямой запрет препятствовать, это понятно, как читается. Но когда этого запрета нет, все читают так. Ну ладно, у нас власть, власть может делать все, что угодно. И поэтому, пользуясь теперь, что нет запрета запрещать, все будут запрещать. Но и многое было сделано в техническом плане, именно в плане технического оснащения. Сейчас все автомобили, все патрульные экипажи осуществляют собственными системами патруль видео, осуществляют обзор и запись видео, ну то есть фиксируют обстановку и впереди патрульного автомобиля, и позади, собственно, что происходит в салоне транспортного средства. Если у участника дорожного движения возникают какие-то сомнения в правомерности действий автоинспекторов, он вправе позвонить и на телефон доверия Главному управлению внутренних дел по Красноярскому краю, и в дежурную часть полка дорожной патрульной службы, чтобы, во-первых, выяснить, действительно ли такие сотрудники находятся в этом месте и осуществляют ли они действия правомерно, ну и попросту убедиться, что это... У некоторых просто возникает случай, а как же вот назовут их ряженами, да? То есть преступники, которые пользуются, используют в своих противоправных целях форму сотрудников полиции, но наш век информационных технологий установить, действительно ли так, не составляет большого труда. Нет, но я-то спрашивала еще о том, что у многих есть опасения, что власть, ну, вы как представители власти, будет пользоваться тем, что запрета препятствовать видеосъемке нет, и поэтому при каждом удобном случае будете запрещать. Поверьте, такого не будет. Почему? Почему я должна вам поверить? Потому что действия инспектора, они контролируются не только с точки зрения общественности, поверьте, у нас есть свой институт и проверяющих, и контролирующих органов, и те же самые видеозаписи из патрульных автомобилей, они с определенной периодичностью просматриваются, если возникает какая-то ситуация спорная, не составит труда эти записи поднять, отсмотреть, чтобы вынести вполне законное и правильное решение в отношении действий сотрудников. Но все-таки ограничения есть, правда? Давайте о них тоже расскажем. Ограничения есть, они касаются, если это проходят какие-то мероприятия по сопровождению, по охране объектов, которые подлежат госохране, если эта видеосъемка осуществляется в зоне видимости спецобъектов, тоже охраняемых государством, либо эта видеосъемка препятствует выполнению сотрудникам своих собственных обязанностей. Еще одна из больших тем, которая вызвала много обсуждений, это то, что теперь можно останавливать везде и даже вне стационарных пунктов ДПС. Но ведь останавливали и раньше. Вот в чем тогда разница и в чем нововведение этого нового регламента? В чем дело? Поясняю. Раньше был конкретный перечень мест и случаев, в которых инспектор имел право остановить транспортное средство, начиная от выявления нарушений правил дорожного движения водителя, заканчивая проведение специальных профилактических операций и мероприятий. Запрет, связанный с остановкой транспортного средства вне стационарных постов, опять-таки, тоже был вызван тем, что не во всех случаях люди могли быть уверены, что, собственно, эту службу несут сотрудники ДПС. Но, тем не менее, эта норма несколько ограничивала в плане, не могла никак эффективно сказаться на контроле за дорожным движением, проанализировав и состояние аварийности, и выявленные права нарушения водителями, пришли к выводу, что остановка там, где у нас не имеется стационарного поста, она эффективна. Во-первых, стационарные посты сократились по территории России в треть. На территории города Красноярска сейчас нет ни одного стационарного поста, потому что это была признана форма несения службы как одной из неэффективных и слабо влияющих на состояние аварийности. Но, тем не менее, инспекторы несут свою службу строго по определенному маршруту, который основан, опять-таки, на состоянии аварийности и на состоянии административно-применительной деятельности. У каждого маршрута, то есть есть карточка маршрута патрулированных, выдается соответствующее служебное задание, и наряды работают в аварийно-опасных и в аварийном с точки зрения аварийного отношения и местах. Ранее было сложно выявлять, то есть, такие латентные правонарушения, как управление транспортным средством в состоянии опьянения. То есть водитель, употребив небольшое количество алкоголя, опять же, с его точки зрения и соблюдая при этом все правила дорожного движения, мог попросту проехать мимо наряды дорожно-патрульной службы. Но впоследствии мог попасть в такую ситуацию, которая бы повлекла за собой более тяжкие последствия. Опять же, связано с перевозкой, с организацией перевозок и передвижением маршрутных транспортных средств. Не всегда можно выявить за территорией стационарного поста водителя, который находился в болезненном либо в утовленном состоянии. Более того, анализируя именно административно-применитивную деятельность, у нас увеличилось количество водителей, которые управляют, например, без полица ОСАГО, которые управляют без водительского удостоверения. И как раз введение этой нормы призвано к тому, чтобы наладить в этом отношении как раз-таки правопорядок. Но я не видела ни одного такого случая, когда, например, сотрудник ГИБДД останавливает человека на дороге, а он проезжает мимо, не останавливается, еще там кроет окошко. Не имеете права меня останавливать, все же все равно останавливались. Поверьте, не все. Поверьте, не все. И такие случаи были, и вспомните и по телесюжетам, были случаи преследования транспортных средств сотрудниками госавтоинспекции, и тем более последствия, которые возникали при преследовании. Поверьте, такие случаи были, что участники дорогой движения... В большинстве же с вами люди останавливались? А могли нет. То есть вот меня, например, год назад на предмостной остановили. Я могла сказать, до свидания, я вам ничего показывать не буду, ничего объяснять не буду, я поехала дальше. Нет, в любом случае вы бы не выполнили законные требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Из-за этого, как раз, предусмотрена административная ответственность. То есть он меня может остановить, но проверять не мог до этого? Это опять же связано с тем, что появилось основанием для остановки вашего транспортного средства. В общем, привели в должный образом то, что было и раньше. Совершенно верно. Хорошо, вот вы немножко сказали об освидетельствовании состояния алкогольного опьянения. Тут тоже появились нововведения и тоже люди гадают, а что же все-таки поменялось? Вот что поменялось, как было и как сейчас? Ранее в прежнем административном регламенте не было нормы, которая бы обязывала сотрудника полиции доставить гражданина к своему транспортному средству в случае, если результат медицинского средства на состояние опьянения был отрицательным. В этом случае посчитали, что это существенное нарушение гражданских прав. И как раз такая норма была введена, уже предусмотрена в новом регламенте. И если по результатам медицинского освидетельствования он, собственно, явился отрицательным, то сотрудник полиции обязан извиниться перед человеком и доставить к месту остановки транспортного средства, собственно, к своему автомобилю. То есть, если вы меня остановили где-нибудь далеко от того, где у меня могут взять анализ, и анализ оказался отрицательным, то вы меня теперь обязаны вернуть обратно к моей машине? Да, теперь это обязанность сотрудников. Вы готовы к этому всех туда-сюда развозить? Или будете меньше останавливать с проверкой? Это не обсуждается, потому что это норма закона, мы ее просто обязаны выполнять. Нет, вы, конечно, обязаны соблюдать, но просто может же быть так, что... Зачем раз... Ну, все же люди, да, зачем развозить туда-сюда, обратно? Ну, будем меньше проверять на пьянство. Такого не будет. Я хотела бы вернуться к предыдущему вопросу, вот про остановку. Теперь могут остановить и проверить все, что угодно? Страховку, права, документы на машину? Или все-таки должно быть какое-то останование, почему меня остановили? Я подозрительно еду, или там я превысила скорость, на взгляд, сотрудника инспекции? Или что? Все равно какие-то объяснения есть или нет? Никаких? Ну, разъяснений в этом смысле, конечно, нет. Но мы настраиваем своих сотрудников на работу именно в таком ключе, что если остановили на транспортное средство, в первую очередь надо подойти к водителю, представиться, объяснить, собственно, причину остановки. Даже пусть это будет формальная проверка документов, в этом случае инспектор должен действовать таким образом, чтобы не создавать у человека ощущение, скажем, волокиты. Чтобы все было сухо и по делу. Чтобы все было сухо и по делу, и чтобы максимально эффективно и быстро у человека проверить соответствующие документы. Если нет оснований дальше его задерживать, этого водителя, собственно, извиниться за то, что вырвался процесс от движения инспектор, пожелать счастливого пути и на этом распрощаться. Роман Юрьевич, у нас осталось очень мало времени, но у меня последний короткий вопрос. Сейчас кто-то скажет, что у нас водители теперь давят по всем фронтам, потому что в городе еще появляется 25 камер видеонаблюдения. Какие надежды вы возлагаете на это? И я знаю, что они сейчас работают в тестовом режиме. Наблюдаете ли вы за ситуацией? Стали ли больше соблюдать правила на тех участках, где камеры уже появились? Из своих собственных наблюдений, да, действительно, водители ориентируются. У водителей владеет эта информация, на каких перекрестках у нас уже расположены эти камеры фото и видеофиксации. Для тестирования осталось совсем немного времени. В скором времени они заработают в полную силу. Когда? Буквально на следующей неделе. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир, ответили на все наши вопросы. Я надеюсь, что наши зрители, кто внимательно смотрел, все-таки поняли окончательно. Спасибо огромное. Это была программа «После новостей». До встречи в эфире завтра.